Ребят, всем привет! Сегодня у нас в гостях Крейг Джонс, Джон Деннагер. Большая честь для меня, что они присоединились ко мне сегодня. И, ребят, сегодня мы поговорим о трех сабмишенах, которые каждый черный пояс должен знать. Когда вы достигаете уровня черного пояса, у вас бывает огромный арсенал всевозможных сабмишенов. Но вам нужно знать болевые на каждую часть тела, на ноги, на руки и на шею. У каждого черного пояса должно быть в арсенале как минимум по одной технике на каждую из частей тела, доведенных до автоматизма. К счастью, сегодня у нас в гостях собрался и эксперт по болевым на ноги, и эксперт по болевым на руки, и просто очень сильный парень. Итак, Крейг, начнем с тебя. Что ты нам покажешь? Ребят, сегодня я покажу вам ущемление ахиллового сухожития. Все знают, как его выполнять, но я все же покажу несколько деталей. Когда мы начинаем делать анкл лог, многие лежат на своей спине и выпрямляют свои бедра. Но я выполняю его немного по-другому. Я делаю его таким, чтобы он был похожим на ущемление стопы. Я превращаю ущемление ахиллового сухожилия в прием, похожий на скрутку стопы. Что я делаю? Я обхватываю его стопу своим большим пальцем внутрь. Мне не нужно заправлять руку слишком глубоко. Мне достаточно того, что моя кесть находится у меня на груди. Как только я зафиксировал позицию, что я делаю? Мне нужно смещаться своим локтем назад. И всякий раз, когда я ухожу локтем назад, я сжимаю захват все сильнее. Я начинаю смещаться, смещаться. И как только мы оказались на нашем плече, мы выпрямляем свои бедра вперед. Обратите внимание, в чем заключается разница. Когда мы делаем ущемление ахиллового сухожилия с прямой ногой, у нас не хватает пространства, чтобы отдавить ее ногу. Но как только мы выполняем его вбок, у нас много пространства, чтобы оттянуть его ногу назад. И болевой может пойти не просто на ахиллового сухожилия, а на саму стопу. Нам нужно сместиться в сторону, своим локтем оказаться на нашем плече, и уже отсюда выпрямлять наши бедра вперед. Крейг, это очень классный прием. Тебе даже не пришлось подключать вторую руку. Да, я могу делать его одной рукой. Ребят, обратите на это внимание. Он заставил меня постучать, используя лишь одну руку. И это очень больно. Итак, с ногами мы закончили. Что у нас дальше? Руки или шея? Начинай ты. Показывай удушение. Покажи удушение Север-Юг. Ребят, я люблю делать удушение Север-Юг, начиная из бокового удержания. Ребят, этому приему меня научил Марселло. Это один из его лучших сабмишенов. Я оттачивал эту технику очень долго. Ребят, что я делаю отсюда? Первым делом я ставлю колено на живот. Как только вы ставите кому-то колено на живот, его естественная реакция это приподнимать свою голову. Если вы поставили кому-то колено на живот, он никогда не будет оттягивать голову назад. Наоборот, он притянется к вам. Как только он это делает, я уже иду на удушение Север-Юг. Как только он приподнял свою голову, я меняю расположение своих ног и ухожу прямо на удушение Север-Юг. Делать это надо очень быстро, я показываю это лишь в замедленной съемке. Как только я обхотил его шею, мне нужно положить свои ноги на пол, и уйти как можно дальше от него. Мне нужно теперь очистить его руку. Как только я убрал его руку, своей головой я отдавливаю его плечо и соединяю обе свои руки. Переместитесь, пожалуйста, в эту сторону. Как только я обхватил свои руки, я уже душу его. Часто при выполнении данного удушения мне не нужно даже подключать свою вторую руку. Аналогичная ситуация, что и ахилл Крейга. Я могу финишировать его лишь одной рукой, отдавливая его своей головой. Итак, еще раз. Мы ставим колено на живот, он поднимает свою голову. Как только он приподнял свою голову, я уже иду на удушение Север-Юг. Я меняю свою базу и прыгаю на удушение Север-Юг. Еще раз. Я кладу свое колено прямо ему на трицепс и в этот момент обхватываю его шею своей рукой. Как только я оказался здесь, я отдавливаю его руку подальше, чтобы он не смог защититься. и дальше растягиваюсь, кладу свои ноги на землю. Так далеко, насколько я могу. Отсюда я могу заставить его постучать одной рукой, просто отдавливая его своей головой. Ребят, это очень важная деталь, чтобы ваша рука находилась именно в таком положении, чтобы ваша косточка была сверху. Если моя рука будет ладонью вниз, то я не смогу его задушить, потому что там будет много пространства. Отсюда я уже могу его задушить. Очень классное удушение, особенно хорошо работает в ноу-ги. Джон, теперь твой черед. Как всегда, поговорим немного о концепте. Что такое субмишн? Субмишн — это досрочная победа в схватке. Но есть и другое понятие субмишна. Мои студенты, я их учу этому, в основном используют субмишны не как способ финиширования схватки, а как способ к переходу к другому субмишну, к другой позиции, чтобы уже 100% финишировать вашего соперника. Либо переместить вашего соперника в такую позицию, которая нужна вам. Наглядный пример — это обратный рычаг локтя. Он отлично работает и как субмишн, и как смена позиции, на которую вы хотите перевести вашего соперника. Давайте проверим удэ-гатаме, чтобы проверить, как двигается ваш соперник, когда вы применяете данный болевой. Готовят удэ-гатамы обычно чаще всего снизу. Начинают его, помещая свою руку под руку вашего соперника. Представим, что наш соперник довольно-таки опытный парень и не отдает нам легко руки. Он держит свои локти при себе, не раскрывает их. Он ожидает эту атаку. Наш соперник не мешок, который не отдает нам руку просто так, чтобы мы могли финишировать его. Он держит свои локти при себе, и что мы делаем? Мы обхватываем его шею, а вторая рука идет большим пальцем внутрь, ему под локоть. Отсюда мы проныриваем под руку, приталкивая его к себе. Обратите внимание на захват, который я делаю. Я тяну его за шею, и в этот же момент проныриваю рукой под его локоть. В этот момент соперник на интуитивном уровне сразу попробует выпрямиться. как только мы взяли руку, нам нужно упасть на наше плечо. Одно колено мы помещаем под его голову, а второе колено мы помещаем под его плечо, и создаем давление на его плече. Это контролирует его тело, чтобы он не смог уйти от нас. Теперь мы тянем его локоть к себе и выпрямляем его. Теперь все зависит от того, как он будет вести свою голову. Чтобы он не поднял свою голову, нам нужно отдавить его плечо своим коленом. Не надо перетаскивать ногу через его голову, это совсем другое полевое. Нам нужно прижать его плечо к земле своим коленом. Если вы хотя бы на секунду ослабите давление коленом, он просто выпрямится и убежит от вас. Поэтому мы прижимаем его своим коленом и обхватываем его локоть своим локтем. Вторую руку я кладу на свой же локоть. Также вы можете финишировать его и своим предплечьем. Но мне это не нравится, потому что отсюда он может легко убежать. когда вы обхватываете его своим локтем, убежать ему не так уж трудно. Если же вы просто попытаетесь задавить его, у вас может не получиться это сделать, потому что соперник может быть немного гибким. Поэтому мне не нужно просто давить свои руки вниз. вместо этого моя голова должна идти на него и оттуда я отдавливаю свои руки. В этом и заключается настоящая концепция финиширования обратного рычага локтя. Моя голова идет на него и одновременно я отдавливаю его своими локтями. Мои руки идут к моему животу. Итак, еще раз. Он не отдает нам руку. Мы забираем ее, проныривая под его локоть. Падаем на нашу левую сторону и в этот момент закрываем его плечо своим коленом. Далее мы перемещаем его руку себе на плечо. Закрываем свой локоть на его локте. Нам нельзя позволить, чтобы он поднял свою голову. Далее мы идем своей головой на него и отдавливаем его своими локтями. Это Уда Гатами. Я бы сказал Уда Гатами это болевой, который нужно выполнять быстрее всех болевых в джиу-джитсу. Так же если у вас не получилось с первого раза финишировать вашего соперника, ему будет очень напряженно бороться с вами оставшуюся часть схватки, потому что он будет постоянно ожидать этой атаки. Она очень противная, она очень болезненная при выполнении. И даже если вы не финишировали вашего соперника, вы вполне можете свипануть его при помощи данной атаки. одна атака на ногу, вторая на шею и третья атака на руку. Поэтому видео называется «Три основных болевых, которые должны знать черные пояса». Спасибо большое, Джон. Спасибо большое, Крэйг. И, ребят, также ознакомьтесь с нашим сайтом bjfanatics.com Там вы можете ознакомиться и с остальными видео. О-с.